на следующий тур игра против мастера фида джаст лаки а без не написано кто это но поехали играем белыми белыми будем пытаться ой блин я хотел это я хотел вариант со снаба 5 вообще пойти ладно так на снайдерф ведь сыграет схемку сладежи 1 попробую b5 a4 тут довольно жесткие варианты я устал это сегодня уже говорить но опять же я их не супер хорошо все прям идеально помню но посмотрим ну посмотрим вот это приятнее то я могу сделать вид что помню да по-моему тут даже услуги 3 сломба 7 ферз до 2 сюда и в 3 фербер б4 и белка приятнее это я немножко даже анализировал это я немножко даже анализировал но посмотрим так спринг призадумался это уже хорошо так фербер б4 пешком отыгрываем c4 кстати может хочу тут я уже дать я уже теории никакой не помню я помню что сломба 7 фербер б4 убил чуть ли не выиграно просто эту позицию я уже совершенно не помню так ну коня отдавать не очень хочется явно не давать не очень охота на слона тоже никак вот хочется на слона как-то напасть нормально него не нападешь так по виду за четыре ход безумный он c4 если сюда то это хорошо для меня он c4 если он забирает сюда ферца 4 е.д ферца 8 ферта фон не работает не работает так куда коня мне одевать какой-нибудь б3 все-таки на каком батареи дам 50 секунд на фото статья до спринг за секунду естественно был все так ферба 7 хочется пойти на ферба 7 неужели он конь е7 будет играть неужели в самом деле конь е7 будет человек играть по ее так убил хорошо должно быть и сейчас ладья уходит я забираю пешку на а6 потом сломба 5 сыграю но кстати неожиданно какая есть операция ферца 4 ферба 4 и размен ты кстати все там сон f2 ферба 4 ферба 4 по 4 3 0 сыграл быть нормально все если дальше считать конь c2 процент 2 да он это нашел идея ниже 3 у меня пешка поезд концу на в 2 меняться должен 3 0 про что я говорю ну 3 0 неожиданно конь c2 а не поделал я до 5 что я несу нормально c2 ладья d5 просто потому что конь c2 там король c2 ладья c8 и конь на b3 зависает немножко не досчитал но кстати у белых по-моему все неплохо все по-моему у белых все равно тут все неплохо вполне могу я конечно быть неправым но надеюсь что я правый так блин кстати неприятный конечно ход неприятный ход пароход можно качество пожертвовать мне кажется шикарный компенсейшн это молодец d5 он может даже ладья c2 ладей в 2 пойдет блин надо было же 3 закрываться ну как бы заранее такое не прочитаешь так у не один есть ход может так и надо пойти выглядит конечно максимально по уродски но я d5 не ладья c2 не нравится c2 король b1 ладей в 2 ничего не получается нам а на коне 1 максимально уродский ход я это осознаю но он потом выйдет он потом выйдет а у черного тут проблема что да зависает слон на d5 где-то я коня отгоню на 6 пешка зависает и пока как бы не даю ему ничего сделать из своих идей а косом бета 6 у меня есть ход нет елки-палки слонаш да ё-моё что за хардкор блин опять же надо было же 3 закраться он же 5 грозит и оперный мангуст в шоке просто да то есть просто на на слона 6 я получаю слон же 5 шаха если крыльп один слона 2 мат фантастика сюда а 6 уже здесь ничего не зеваю вероятность не нулевая вероятность что я чего-то зевая не нулевая совершенно окно опять же задумался это уже гуды это уже гуду так ну c3 давай просто на конец 2 даже хочу пойти ой блин я забыл что у меня слон висит так надо с этим поосторожнее секунду 5 так ну хочу да просто конец 2 сыграть как-то консолидироваться немножко так тут за счет отдаленно проходной кстати как будто выигран должно быть нет я даже поменяюсь просто так это какую-то фигню сделал по-моему зиром короля срочно пешку оттяпал это стопор напал наш 7 слоне 4 грозит нашел не 4 просто отлично фух классная партия да ну такая жесткая соцляночка получилось жесткая соцляночка получилось этот вариант я помнил даже более-менее тут оценка примерно равная ну как будто белыми все-таки попроще играть и вот эти е5 уже типа ошибка ой слон b5 тут надо было за белых ни хрена себе сказал я себе слон b5 офигеть ну к такому меня жизнь не готовила так а в чем подождите слон b5 но если он побил понятно я съедаю сюда-сюда и там ладья еще висит если он если он типа король е7 пошел а е не ну движок то еще охранял слон c6 офигеть конь c6 ферс b7 король ушел и конь c6 у белых выиграно трэш так ладно я пошел конь b3 тут равная позиция ферс b7 ферс h4 он правильный идею нашел до размена ферзей и кстати слон b2 тоже все-таки правильно g3 почему-то была не точность да я думаю я кстати разбираю я думаю это я в обзорчик ну не в обзорчик видосик сделаю классная партия g3 а ферс b4 все-таки это похуже видимо потому что f3 зависает вот я поэтому и пошел все-таки слон b2 чтоб на f3 не висело да 3-0 правильно конь a1 правильно я тут еще ладья d5 думал и если черные забирают конь d5 то слон a6 у белых шикарнейшая компенсация но проблема в том что на ладья d5 он просто пошел бы ладья c2 шах и ладья бьет f2 и тут у черных просто лучше поэтому я от этого отказался конь a1 правильно слон e3 нормально слон a6 окей это окей все окей мы кстати хорошо играли да то есть тут все равенство вот ему надо было он поторопился ему надо было как-то держать напряжение он сразу побил и тут да тут у белых лучше хотя говоришь владец c1 к нищие приводит ход надо было все-таки слон d7 играть и даже не ладья e5 ладья e5 я испугался что слон уйдет и очень активные ладья а тут типа ладья c2 ошибка ладья c1 была бы ничья после взятия 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 и король f8 кстати уже плюс 0.6 пишет вообще он пишет что плюс а уже плюс 0.7 то есть он так постепенно сейчас дойдет все-таки у движка такое бывает что постепенно он дойдет до того что у белых выиграл но все-таки отдаленная очень опасная пешка а и солнце неплохо будет бороться а тут у белых просто выиграно ну да он еще отдал e5 дальше понятно ну хорошая партия интересная и играли мне кажется мы оба относительно неплохо и такой довольно сложной позиции мне понравилось я думаю это в нарезочку 100% а вам дамы и господа кто смотрит на стриме и в записи если понравилась партия лайк подписочка донат за любую поддержку буду благодарен спасибо